Всем привет! Вы на подкасте Ольги Угрюмовой. Это самый здоровый и самый нужный подкаст. В сегодняшнем подкасте мы поговорим про биодинамические продукты. Слышали вы о них? Разберем подробно и разберем вопрос, нужны ли они в вашем рационе и где их купить. Неужели эти продукты лучше органических? Как такое может быть? Биодинамическое сельское хозяйство и производство продуктов питания – это особый тип экологического земледелия, предъявляющий дополнительные требования к благополучию животных, замкнутому циклу питательных веществ и экологии. Биодинамика – это старейшая в мире система органического выращивания, вдохновляющая глобальное движение, которое продвигает уникальный целостный подход к органическому сельскому хозяйству, а также садоводству, продуктам питания и здоровью. Сегодня биодинамическое земледелие является одной из самых устойчивых и регенеративных форм сельского хозяйства в мире. Помимо органических правил, биодинамические фермеры должны соблюдать дополнительные требования. В биодинамическом земледелии особое внимание уделяется местным циклам питательных веществ, смешанному земледелию, полному циклу воспроизводства животных и растений, также необходимо обязательно создавать дикие уголки природы на ферме, также нужно уважать характерные свойства растений, животных и людей, а также учитывать космические и духовные элементы земледелия, ну, например, учитывать, какой фаза луна при посеве или, например, сборе урожая. Продукты такие, биодинамические, чаще всего имеют более выраженный региональный характер. Ферма не просто производит, но и активно участвует в жизни местного общества. Многие биодинамические фермы активно занимаются здравоохранением, напрямую взаимодействуют с потребителями или выполняют другие социальные функции. Такие продукты максимально натуральны и безопасны, имеют выраженный вкус, реже способствуют аллергии и непереносимости. Какие продукты чаще всего бывают биодинамическими? Ну, конечно, это овощи, любые овощи, зелень, корнеблоды, фрукты, ягоды, продукты животноводства, мясо, молоко, сыр, яйца, также виноделие, мед. И некоторые фермы выпускают экстракты и какие-то нутрицептики. Чаще всего маркировка таких продуктов обозначается значком Деметер. А здесь нужно немножечко обратиться к истории биодинамики. Биодинамическое земледелие было основано в 1920 году на основе идеи австрийского философа Рудольфа Штайнера, который был обеспокоен развитием промышленного сельского хозяйства и увеличением использования азотных удобрений. Ну и, в общем-то, он был прав своими беспокойствами. Идеи Штайнера, которые иногда были довольно теоретическими, получили дальнейшее развитие и воплощены в жизнь несколькими людьми, особенно Эренфирдом и Пфайфером. В 1925 году Пфайфер эмигрировал в Нидерланды и стал управляющим одной из первых в мире биодинамических ферм Лаверн-Дейл в провинции Зеландия. Вы можете посмотреть продукты, которые представлены в ваших магазинах, и найти, есть ли среди них биодинамические продукты. Безусловно, биодинамические продукты действительно лучше, чем просто экологически чистые продукты. И если у вас есть возможность покупать такие продукты, то, конечно, следует делать выбор именно в эту сторону. Это был зожный подкаст нутрициолога Ольги Угрюмовой. Надеюсь, что сегодняшняя информация была для вас полезной, практикоприменимой и вдохновляющей. Оставайтесь со мной, у меня еще много всего интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок